Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на портале Экзегет мы продолжаем наши беседы по книге Левит. И сегодня мы приступаем к чтению шестой главы этой книги. И сказал Господь Моисею, говоря, «Если кто согрешит и сделает преступление пред Господом и запрется перед ближним своим в том, что ему поручено, или у него положено, или им похищено, или обманет ближнего своего, или найдет потерянное, и запрется в том, и поклянется ложно в чем-нибудь, что люди делают и тем грешат». Здесь говорится о том, что кто-то мог оставить у человека на время свои вещи, а потом хозяин этого жилища, он запирается, то есть идет как бы в обратку и говорит, «Никто ничего у меня не оставлял». Или прямое похищение, когда человек ворует у человека, но он потом приносит клятву, как мы прочитали, и поклянется ложно в чем-нибудь, мол, что он за это ни перед кем не отвечает, он не виновен ни перед Богом, ни перед ближним. Давайте посмотрим сначала объяснение Блаженного Августина. Это его трактат против двух посланий Пелагиан. «Если Христос снял с нас это тяжелейшее бремя многих забот, чтобы мы не обрезывались, не приносили в жертву животных, не отдыхали от необходимых дел каждую субботу и тому подобное, но имели об этом духовное понимание и, удалив все обозначающие образы, бодрствовали в свете самих дел, которые обозначаются». Здесь Блаженный Августин говорит о том, что многие тексты, особенно Ветхого Завета, мы должны понимать духовно. От нас уже не спрашивается по поводу субботнего дня, если мы по необходимости что-то и сделаем в субботний день, но так как каждый день мы посвящаем Богу, все, что мы не делаем, делаем или словом, мы делаем во имя Иисуса Христа. Августин продолжает, «То разве мы сможем сказать, что не к нам относится написанное, так как мы это буквально не соблюдаем, но это и к нам обращено, чтобы всякий, кто найдет что-либо чужое, потерянное, отдавал тому, кто потерял». А это и теперь актуально, если христианин удержит чужую собственность у себя и будет давать клятву на кресте Евангелия, что он не брал. Это работает и в нашем случае. И другое многое подобное, настаивает Августин, «Которым заповедано справедливо и праведно жить и особенно сам диколог». То есть десять заповедей. Никто же не отменил десять заповедей. И мы знаем, что когда юноша спрашивал у Христа, что мне сделать доброго, чтобы спастись, Христос указывает на вторую скрижаль о законе Моисеева, почитая ца и мать, не убивая, не прелюбодействуя и так далее. Поэтому те, которые считают, что Христос – конец закона в общем смысле, если бы Христос был концом нравственного закона, он был бы началом беззакония, но это не так. Поэтому Августин пишет, что мы должны все это исполнять в той или иной степени, и особенно сам диколог, десять заповедей, находящийся на этих двух каменных скрижалях, за исключением плотского соблюдения субботы, означающего духовное освящение и покой. То есть мы разумеем покой уже не только в плотском смысле, как иудеи. Шесть дней делали обычные дела свои, а седьмой – Господу Богу Своему. А для нас покой – это духовное освящение и успокоение от власти греха. И этот покой, он осуществляется в каждый день недели, и особенно мы радуемся покою во Христе и со Христом в воскресный день. Христос и есть наш покой, наш шаббат, наша суббота, отдохновение. Потому что он говорит, придите ко мне все, и я успокою вас. Поэтому мы с христологической точки зрения воспринимаем Ветхий Завет как икона событий Нового Завета. И мы читаем далее, шестая глава, то согрешив и сделавшись виновным, то есть клятвый преступник, он должен возвратить похищенное, что похитил, или отнятое, что отнял, или порученное, что ему поручено, или потерянное, что он нашел. Или если он в чем поклялся ложно, то должен отдать сполна и приложить к тому пятую долю и отдать тому, кому принадлежит в день приношения жертвы повинности. То есть до того, как принести жертву, он возмещает ущерб, нанесенный другим людям. Как Христос на горной проповеди и говорит, оставь дар твой преджертвенника, пойди прежде, примирись с братом твоим. Свидетель Григорий Двоеслов, Папа Римский, в своих сорока гамилиях на Евангелии пишет, некоторые думают, что заповеди Ветхого Завета более суровы, чем заповеди Нового, но на самом деле они заблуждаются, недальновидно рассуждая, ибо в том, то есть в законе, карается не скупость, но хищение. Там вещь неправедно взятая возмещается в четверо, а здесь богач порицается не за то, что украл чужое, но за то, что не отдал своего. И Григорий Двоеслов здесь дает ссылку на Евангелие от Марка, 10 глава, с 21 по 23 стих. И действительно, особенно когда мы читаем Нагорную проповедь, мы видим, что действительно закон евангельский значительно строже, чем Ветхозаветный закон. Раньше было сказано «Не убей», а Христос говорит «Даже не гневайся на брата своего». Раньше было сказано «Не прелюбодействуй», а Христос говорит «Всякий, кто с вожделением смотрит на женщину, уже прелюбодействует с нею в сердце свое». Таким образом, мы изучаем закон Божий, Ветхий Завет, для того, чтобы понять, что Господь хочет от нас. Здесь в основном заповеди. А Новый Завет мы изучаем для того, чтобы понять, что Господь сделал для нас. Конечно, это несоизмеримые вещи, как я часто объясняю, то, что мы можем сделать, исполняя Божьи заповеди, и то, что Господь сделал для нас. И мы читаем далее «И за вину свою пусть принесет Господу к священнику в жертву повинности из стада овец овна без порока по оценке своей». То есть жертва наша на Божий дом, на храм, на богоугодные дела, она должна иметь правильную мотивацию. Вот это и значит, что всякая жертва без порока по оценке твоей. То есть сам попытайся вникнуть в себя и понять, а почему ты жертвуешь. Сам оцени по оценке твоей свой, в общем-то, внешне благочестивый поступок. А может быть, ты жертвуешь из тщеславия, чтобы показаться в глазах других людей. А может быть, ты хочешь, чтобы они поменяли отношение к тебе за твои грехи, хотя ты сам не меняешься и продолжаешь грешить теми же грехами. Мотивация может быть любая. Человеку очень важно делать ревизию своих добрых дел, чтобы в них не было порока. И мы знаем, что святые отцы каялись в своих добродетелях, потому что они видели в них некую порочность. И далее мы читаем, «И очистит его священник пред Господом, и прощено ему будет, чтобы он не сделал все, в чем он сделался виновным». Если жертва без порока. И как исследуя книгу «Левит», мы часто об этом говорим, жертва наших уст это молитва, а молитва должна быть чистой. она должна быть бесстрастной с одной стороны, а с другой стороны мы должны с чистым сердцем, не блуждая мыслями по греховным воспоминаниям, совершать ту или иную молитву, принося Богу таким образом жертву наших уст. и тогда Господь очистит нас. И мы читаем далее, «И сказал Господь Моисею, говоря, заповедуй Аарону и сынам его, вот закон всесожжения, всесожжение пусть остается на месте, сожигание на нем, на жертвеннике всю ночь до утра и огонь жертвенника пусть горит на нем». Всесожжение это когда жертва сжигалась целиком. И иногда всесожжение делалось, что она сжигалась во всех частях, с внутренностями иногда сжигали, но в Писании всякий раз, конечно, оговаривается, когда совершается вот такое всесожжение, а когда приносятся определенные части жертвенного животного в жертву Богу. Беда достопочтенная предлагает такое духовное объяснение этого предписания. «Жертва всесожжения сожжется на жертвеннике, когда в сердце избранного, кто всего себя, то есть и тело, и сердце посвятил Богу, совершается доброе дело в бушующем пламени любви». то есть мы должны принести Богу самих себя не для того, чтобы в огне сгореть, а в бушующем пламени любви, то есть пламенея любовью, приносить свои молитвы Богу, заниматься благотворением по отношению к ближним. Беда далее пишет «Это происходит с ночи до утра. Если кто-нибудь во все время своей жизни вплоть до разделения с телом не перестанет предаваться добру, то заслужит увидеть утро будущего века». Таким образом беда истолковывает, беда достопочтенная истолковывает, что жертва, которая сжигается с утра до вечера или с вечера до утра, на самом деле речь идет о нашей жизни. Утро нашей жизни — это рождение, а вечер — это смерть. И от начала до конца мы должны пламенеть перед Богом, чтобы заслужить увидеть утро будущего века. От того же алтаря будет восходить огонь, чтобы мы должны гореть только той любовью, которую Господь даровал своей церкви через Святаго Духа. И мы знаем, когда Господь даровал своей церкви Духа Святаго, это было в виде огненных языков пламенеющей любви, к создателю и ближнему. Десятый стих. «И пусть священник оденется в льняную одежду свою и наденет на тело свое льняное нижнее платье и снимет пепел от всесожжения, который сжег огонь на жертвеннике и положит его подли жертвенника». Бедодостопочтенный в том же трактате о Скинии пишет, «Священник, совершающий все сожжения, это Господь, который сам зажег в нас пламень своей любви и тем самым жертвы нашей добродетели сделал приятными для себя. Совершая это, Он, Христос, облекается облачением изо льна, ибо для призвания нас к добрым делам Он предложил в пример свое воплощение, страдания и смерть, которую часто, как известно, обозначают через лен». А почему через лен? Это очень простая ткань, но для того, чтобы ее изготовить, надо употреблять усилия, проявлять некое терпение. Действительно, всякий раз, когда мы в Писании читаем о действии пересвященника, священника, это всегда действия, указывающие на Христа. Он есть очищение наше. Он возносит наши молитвы к престолу Бога Отца. Как сказано, един ходатай, един посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус. И ниже, с 11 по 23 стих, нам предлагается в 6 главе описание жертвенных действий, уже выученных нами по другим главам книги Левит. 4-я, 5-я глава, там мы можем это обнаружить. Но здесь есть очень интересный для нас 12 стих. Огонь на жертвеннике пусть горит и не угасает, и пусть священник зажигает на нем дрова каждое утро, и раскладывает на нем всесожжение, и сожигает на нем туг мирной жертвы. И теперь мы посмотрим истолкование Потерия, епископа Бреши, который был компилятор трудов Григория Великого, и он предлагает такое интересное объяснение. Это вечный огонь, который никогда не угасает на алтаре. Алтарь Бога это наше сердце, на котором должен всегда гореть огонь, ибо необходимо, чтобы непрестанно выжигалось на нем пламя любви к Богу. Видите, как истолкование Потерия перекликается состолкованием беда достопочтенного. И далее. И каждый день священник подкладывает в него дрова, чтобы он не угас. Ведь всякий, кто предан вере Христовой, стал причастен высшему священству, как говорит всем верным апостол Петр. Но вы род избранный, царственное священство. И как говорит апостол Иоанн, ты соделал нас царями и священниками Богу нашему. то есть наш первосвященник, который воспламеняет наши сердца любовью, это Христос. Но по благодати все крещеные люди и миропомазанные это царственное священство. И мы должны возгореть этот огонь любви в своих сердцах. И Патерия епископа Бреши продолжает стало быть священник, который поддерживает огонь, ежедневно подкладывает дрова. Это каждый верный, то есть каждый христианин, даже мирянин, который, чтобы не угасло в нем пламя любви, не устает обновлять в сердце своем примеры предшественников и свидетельства священного писания. Примеры предшественников – это чтение житей святых, а свидетельство священного писания, чтение писания усиливает в нас и веру, и надежду, и любовь. Патерий пишет, «Ибо взращивать любовь, вспоминать или примеры отцов, или заповеди Господни, это все равно, что давать пищу огню». То есть божественной любви, который горит в нашем сердце. А поскольку наша внутренняя новизна от повседневной жизни ветшает, нужно поддерживать этот огонь дровами, чтобы он, угасающий от соприкосновения с нашей ветхостью, оживал от примеров и свидетельств отцов. И хорошо повеление, чтобы каждый день рано утром подкладывать в него дрова. И мы это делаем, когда читаем утренние молитвы, потом Евангелие дня и апостол дня. А это значит не иначе, как когда угасает слепая ночь, а поскольку рано утром, это в первой половине дня, то помышления этой жизни идут уже потом. И каждый верный пусть на первом месте полагает заботу о том, чтобы рвение любви, которое в нем вот-вот угаснет, воспламенять в себе всеми возможными усилиями. Ведь этот огонь на алтаре Господа, то есть в нашем сердце, угасает очень быстро, если не поддерживать примером отцов, то есть житиями святых и господними свидетельствами, то есть чтением Священного Писания, книг Ветхого и Нового Завета. И действительно, братья и сестры, давно уже верующие распознали такую проблему. Если человек долго не читает Священное Писание, то его вера буквально оскудевает в его душе, в его сердце, оскудевает и христианская надежда, и христианская любовь. Как сказано, не хлебом единым будет жив человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. И если мы питаем своего физического человека три раза в день, завтрак, обед, ужин, то тем более мы должны питать нашего духовного человека. Мы должны произносить молитвы, читать Священное Писание, читать жития святых, и таким образом огонь веры не будет угасать в нашей жизни. Если мы не покормим физического человека, как я часто объясняю, он начинает урчать в наших кишках, в нашем желудке. А если мы не покормим нашего духовного человека, пропустили утреннюю молитву или сократили, вечернюю молитву пропустили или сократили, Писание совсем не читали, он не будет урчать в нашем желудке, в нашем кишечнике. Духовный человек, он смиренный человек, но он зачахнет. И когда человек спрашивает, а куда же делась моя вера, надежда, любовь, почему я в таком квелом духовном состоянии, а когда ты читал молитвенное правило, как положено в последний раз, когда ты усердно изучал Священное Писание, доставление святых отцов, жития святых, все это очень и даже очень взаимосвязано. И далее мы читаем с 24 стиха и ниже «И сказал Господь Моисею, говоря, скажи Арону и сынам его, вот закон о жертве за грех». Жертва за грех должна быть заколаема пред Господом на том месте, где заколается всесожжение. Мы с вами уже определились. Всесожжение указывает нам на что? На всецелое посвящение себя Богу. То есть грех прощается нам, снимается с нас, когда мы принимаем решение больше не грешить. Такое состояние называется покаяние, то есть перемена образа мышления. И когда человек идет на исповедь, священник обязан его спрашивать, а имеет ли он намерение больше не повторять этого греха? Итак, жертва за грех должна быть заколаема перед Господом на том месте, где заколается всесожжение. Это великая святыня. То есть Бог очень дорожит обращением грешника к нему. Как сказано, ради этого пасторь добрый оставляет 99 овец спасенных и идет за одной пропавшей. священник, совершающий жертву за грех, должен есть ее. Она должна быть съедаема на святом месте, на дворе скинье собрания. Наше жертвоприношение Богу, это божественная евхаристия, и священнослужители, они потребляют все, что остается в чаше, после того, как верные приступили к дарам тела и крови и причастились. Кирилл Александрийский пишет, смотри опять, как церковь управляется священными и божественными постановлениями во всем, что должно быть совершаемо. Ибо когда приносит священник жертву сию, вышеуказанное, из нее бывает, всякий, кто воспитан в законах церкви, то есть христианской, знает, о чем я говорю. Он знает, что после того, как священник причащает народ, он все это потребляет. Опять же, на основании Слова Божия. А что церковь Божия есть самое приличное место? Ведь мы же с вами прочитали, что он должен все это съедать на святом месте. Поэтому Кирилл Александрийский и пишет. А то, что церковь Божия есть самое приличное место для божественных священодействий и что в них необходимо совершается таинство Христова, это ясно докажет себе тот, кто был внимателен к сказанному мною. Она должна быть съедаема на святом месте на дворе скинии собрания. То есть Кирилл Александрийский уже выше приводил эти слова из книги Левитта. Но в то время была одна скиния, это ветхая скиния, в пустыне, а после нее один храм, построенный в Иерусалиме Соломоном, и смертная казнь была определена тем, которые приносят жертву вне скиний. Действительно, до того, как Бог не избрал землю обетованную, люди могли приносить жертвы на всяком месте. И мы видим, Ной приносит жертвы Богу на горе Алан-Арад. После того, как Господь избрал святую землю, только на ней можно было приносить жертвы. После того, как Господь избрал город Иерусалим, только в Иерусалиме можно было приносить жертвы, и нигде больше по святой земле. После того, как Бог избрал гору Мариа, где был Соломоном построен храм, жертвы можно было приносить только на горе Мариа. Но для чего Кирилл Александрийский об этом напишет? Давайте вчитаемся в этом великое наставление. «И так противозаконно и скверно и достойно смертной казни наклонность соводворяться с нечестивыми еретиками и держаться общение с ними, ибо они приносят жертву за грех вне святой скинии». То есть действия еретиков вне святой матери нашей православной церкви. «И совершают священные жертвоприношения не в святых местах, церковь одна, как древле был один храм и как была одна искиния, проявляющая в образах красоту церкви». Поэтому вот это указание, что съедают на святом месте, в нашем христианском прочтении нету благословения от таинств церкви, если они совершаются еретиками, раскольниками. И далее мы читаем 27-28 стих. «Все, что прикоснется к мясу ее, то есть жертвы, осветится, и если кровью ее обрызгана будет одежда, то обрызганная омой на святом месте. глиняный сосуд, в котором она варилась, должно разбить, потому что нельзя его использовать по другим нуждам, если же она варилась в медном сосуде, то должно его вычистить и вымыть водой». то есть место, где построен храм христианский, место, где был алтарь христианского храма, нельзя это место использовать по какому-либо другому назначению. И мы знаем, что в советское время, когда уничтожали эти святые места, то там ставили иногда даже туалеты, как будто бы кто-то специально хотел осквернить эти места. Таким образом, этот текст научает нас с одной стороны принимать таинства как действенные только из рук церкви, потому что поедается жертва только на святом месте, а с другой стороны все, что использовалось для этой жертвы, например, потир, крест на престольный, дискос, все это нельзя использовать по какому угодно другому назначению. И Кирилл Александрийский пишет, и что удивительного, если освещается разумное животное, то есть человек, когда и самые сосуды, избиравшиеся для священодействия, освещались совершенно свойственным для них образом. Помните, друзья, как в книге пророка Даниила рассказывается, как сосуды дома Господня царь Валтасар использовал не по назначению. Вино разливали по этим сосудам и пили. В ту же ночь Бог умертвел Валтасара и всех людей, которые совершали подобное. А здесь Кирилл Александрийский настаивает на том, что если освещены были сосуды священодействиями, то тем более сосудом благодати является каждый христианин. И мы, которые крестим человека, принося его в храм, подносим его к причастию, мы не можем приучать потом этого младенца, этого человека к чему-либо другому, противоположному той благодати, которую он получает в церкви. Кирилл Александрийский пишет, поэтому они и не берутся для обычного употребления эти сосуды. И мы посвященные Богу, мы уже не обычные люди, мы уже царственное священство. Но одни из них вымываются, если, например, посвященный Богу человек крещеный грешит, он может омыться в таинстве святой исповеди, которое называется вторым крещением. А другие разбиваются, ибо то, что употреблено было для божественного служения, как может быть взято на употребление людское. То есть, если человек был, крещен православием, миропомазан, причащался телой крови, и вдруг он нашел для себя другое применение, чем исполнять закон Божий, исповедует другие вероубеждения, чем наши, он может быть отлучен от церкви, как сосуд, который разбивался, чтобы явить пример всем нечестивцам, которые, отпадая от благодати, они как бы сами сокрушают всецело свою собственную жизнь. и далее мы читаем 29 стих, весь мужской пол священнического рода может есть ее, это великая святыня. Но в действительности приношение от жертв священники могли приносить в свои дома и кормить ими членов своей семьи. На что это указывает в связи с тем, что все мы по благодати причастны всеобщего священства. У нас православие есть всеобщее священство, то есть каждый крещеный и сугубое священство, трехчинное, епископат, пресвятариат и деканат. Приобщаясь к таинствам церкви, мы должны стремиться и приобщать наших родных и близких. Тем более, что мы уже приобщили их к благодати через таинство крещения, таинство миропомазания. Если только один раз причастили ребенка после миропомазания, этого мало. Весь путь жизни человека должен быть сопряжен с теми спасительными таинствами, без которых человек не может самостоятельно выстраивать отношения с Богом, потому что они обладают исцеляющей силой. Кирилл Александрийский пишет, «А что вкушение от мяс жертвы подобает святым и никому иному неприлично, как только тем одним, которые научились одерживать победу в борьбе со грехом и торжественно стремились к добродетели?» Помните на литургии «Святая святым!» восклицает священник перед тем, как изнести причастие из алтаря. А Кирилл Александрийский пишет, «А что вкушение от мяс жертвы подобает святым и никому иному неприлично, как только тем одним, которые научились одерживать победу в борьбе с грехом?» Та-да, получается, что причащаться может только одержавший победу со грехом. Но где мы найдем таких причастников? Мы одерживаем победу со грехом, когда накануне причастия идем на исповедь и, вопреки человеческому самолюбию, называем свои преступления и грехи перед священником. И когда священник данной власти от Иисуса Христа читает над нами разрешительную молитву, мы предстаем перед причастием как оправданные благодатью соделавшиеся быти святыми. Поэтому совершенно очевидно, что в Таинстве Исповеди с нас снимается ответственность за грех как за поступок, и мы становимся праведными. В каком смысле праведными? Если грехи сняты, остаются только добродетельные поступки. Августин так и пишет. Весь закон исполнен тогда, когда все грехи прощены. Потом мы слышим призыв святая святым, мы причащаемся, а причастие уже попаляет саму склонность к греху. И Кирилл Александрийский пишет, «На это указывается следующими словами, что вкушать святыню могут святые. Весь мужской пол священнического рода может есть ее, это великая святыня». А почему о женском поле тогда ничего не сказано? Смотрите, что пишет далее Кирилл Александрийский. «Но скажи мне, неужели закон повелел устранять женский пол от благословения? Мы не говорим этого, ибо он, то есть женский пол, освящается вместе с нами». Как я выше и говорил, священник имел право кормить этими святынями и своих домашних, и жену, и дочерей своих, наряду с мужским полом. Мы не говорим этого, ибо он, женский пол, освящается вместе с нами. Но то было в прообразах и тенях через мужской и священный род хорошо указывало на тех, которые во Христе духовно мужественны и святы. А какие женщины во Христе, какие девы во Христе духовно мужественны? Когда я читаю житие великомученицы Варвары, мне трудно сказать, что она представительница слабого пола. Когда мы читаем житие Перпетуи, Цицилии и других многих святых дев, мы говорим, да, они духовно мужественны и святы во многих отношениях более, чем современные им мужи. И Кирилл Александрийский развивает мысль. Итак, мы призваны к участию в благоговеннейшей жертве как священный и род избранный, царственное священство, народ святой. Здесь он дает ссылку на 1 Петра 2, 9. «Юноши и девы, старцы вместе с молодыми, ибо во Христе Иисусе нет ни мужского пола, ни женского, но все мы одно, ибо все причащаемся от одного хлеба по написанному». Здесь ссылка на 1 Коринфянам 10, 17. «Итак, отверстными устами и непрестанными глазами будем словословить царя всех и искупителя Христа, через которого и с которым Богу и Отцу слава со святым Духом во веки веков. Аминь». Вот так оканчивается цитата Кирилла Александрийского, которая очень интересно объясняет эту главу, которую мы с вами сегодня изучаем, показывая христианские аспекты современного прочтения этого ветхозаветного текста. И последний стих этой главы «А всякая жертва за грех, от которой кровь вносится в скинью собрания для очищения в осветилище, не должна быть съедаема, ее должно сжигать на огне». Вот здесь мы опять возвращаемся к образам, которые нам стали доступны. То есть оказывается всякий раз, когда в Писании мы читаем в Ветхом Завете о том, что сожжение жертвы совершалось, это указание на огонь божественной любви. Следовательно, этот текст, а всякая жертва за грех, от которой кровь вносится в скинью собрания для очищения в осветилище, не должна быть съедаема, ее должно сожигать на огне. то есть мы с любовью, не только со страхом Божьим и верой приступаем к Евхаристии. Любовь должна исполнять наши сердца, когда мы участвуем в любом евхаристическом действии. И если мы посмотрим житии некоторых святых, то описывается, например, в житии преподобного Сергия, что когда он совершал службу, то над потиром видели огонь этой божественной любви. И когда причащались преподобные Сергии и другие, их лица, конечно, от этого света благодати, от этой теплоты божественной любви, они тоже начинали сиять. И есть жития многих святых, где описывается, как любовь Божия изливалась в сердца этих людей именно евхаристически. Поэтому призыв то, что мы внесли во святая святых, это уже не уносится домой, чтобы там покормить своих домашних. Это всесожжение Богу, то есть посвященное Творцу всецелым образом уже не разменивается на какие-то преимущества бытового положения быть и христианином, а это уже такой формат жертвенной жизни, когда причастник обретает присутствие Христа внутри себя и сам становится христоносцем, когда мы причащаемся тела и крови, Христос внутри нас и мы христоносцы, как дарохранительница в храме, она содержит в себе тело и кровь Христа, а когда мы причащаемся, мы христоносцы, как апостол Павел пишет, не я живу, но живет во мне Христос. И вот к этому состоянию мы должны стремиться. И как мне приходится часто объяснять верующим, когда я говорю о значимости причастия, наша задача это состояние сохранять в себе как можно дольше. Если ты причастился, Христос в тебе, ты Христоносец, не изгоняй Христа из своего сердца, дабы от причастия до причастия пребывать в этом блаженном состоянии. И мы всегда знаем, когда мы теряем присутствие Христа в своей жизни, когда впадаем в разные грехи. Поэтому наши предки не только серьезно готовились к святому причастию, они и очень серьезно относились к жизни после причастия, к этой жизни во Христе и со Христом, когда в святых дарах он уже присутствует в нас. И было принято в некоторых монастырях, когда после причастия читали Иисусову молитву, то читали пометуя святые дары, которых причащались за последней литургией, вот эту последнюю встречу, в надежде, что она не прервана еще, что мы еще христоносцы, то есть носим Христа в свое сердце. И апостол Павел пишет о божественной любви, что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым. Таким образом, ветхозаветный текст восстолкования отцов, как я часто объясняю, становится вполне христианским, я бы даже сказал, убедительно христианским, так как все писания, все книги Ветхого и Нового Завета одинаково полезны для нашего научения, наставления, иногда и обличения. Спаси Христос! Субтитры создавал DimaTorzok